Чем прекрасен футбол? Вот как по мне, так своей доступностью и универсальностью. Выговорила. В него ведь можно играть как угодно, это любые форматы, любые правила. И вот, например, сейчас любительская сборная России по футболу 6 на 6 разрывает своих соперников на чемпионате мира. Еще раз, футбол 6 на 6. И это не мини-футбол, и не большой, и даже не более привычный для любителей 8 на 8, а все равно играют и играют успешно. А вот насколько успешно, расскажет Егор Гельвер. Кошки против собак. Незаметная, но принципиальная битва за внимание. Правда, на часах примерно 10 утра, и людей на стадионе не так много. Зато хорошо слышно тренерскую установку. Первое касание, не забываем, здесь при этом газоне, ни в коем случае газон не должен работать за соперником. Первое касание сделайте, а потом уже работайте по мячу. В соперниках у нашей сборной Швейцария. Это второй тур чемпионата мира среди любителей в формате 6 на 6. Швейцарцы в своей первой игре уступили катеру 2-5, а россияне разгромили Алжир 6-0. Преимущество наших игроков в классе было бесспорным и быстро конвертировалось в забитые мячи. Мне кажется, у них, наверное, не развит этот формат, именно 6 на 6. Может, у них более развит другой формат. 8 на 8 или 7 на 7. В этом формате, видимо, они не так сильно подготовлены. Громкие подсказки шведского тренера, который руководит швейцарцами, не помогают. Наши забивают один за другим. Правда, порой все равно сильно подводит реализация. Вот что такое настоящий профессиональный, а не любительский подход. Даже не забивая и самых выгодных позиций. Промахиваясь по пустым воротам, наши ребята не вздымают руки к небу, не кричат друг на друга, а молча возвращаются в оборону, чтобы отобрать мяч и с прежним островенением начать очередную атаку. И, конечно, надо сразу поддержать. И все, и дальше работаем. Тихать точно не надо, потому что это мы одна целая команда. И все, каждый ошибается. Кто не ошибается, тот не играет. Вот и все. В российской сборной по сравнению с предыдущими турнирами много новичков. Они пока притираются. И такие, на первый взгляд, проходные матчи на групповом этапе по сути разминка перед куда более сложным плей-оффом. Мы здесь сейчас наигрываем по сути на две тройки. У каждой есть, скажем так, свои приемы, свои секреты. Но все раскрывать не будем. Но могу сказать, что они играют немножко в разный футбол. Но при этом это все сборная России. К финальному свистку счет уже 11-0. Россияне обеспечили себе выход из группы. И чтобы подойти к матчам на вылет в победном настроении, осталось только в третьем туре обыграть Катар. Егор Гельвер и Вячеслав Медведев. Из МИД, Турция. Все на матч.